Доброй ночи всем, кто еще смотрит телевизор. С вами Александр Жестков. Предновогодняя сказка в России. Бензин стал дешевле. В роли доброго волшебника выступил президент Путин. Чудо случилось после того, как глава государства возмутился высокими ценами на заправках. В итоге за неделю в среднем по стране 95-й подешевел на 2 копейки. Мировые цены на нефть с лета упали больше, чем на 40%. А бензин в России, наоборот, подорожал. На прошлой неделе на это противоречие обратил внимание Владимир Путин и в очередной раз дал команду ФАС. В федеральной антимонопольной службе команду услышали, но дело дальше не двинулось. Намеченное на сегодня разбирательство против таких нефтяных гигантов, как Лукоил, Роснефть и Башнефть, отложено. Тем временем министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что топливо и дальше будет дорожать. Ну а несознательные водители снижение стоимости бензина на 2 копейки почему-то не заметили. Но пока как-то не видно по заправкам, что цены как-то падают. Нет такого. Потому что, как народе говорят, я вот слышал, как говорят, притягивают все к доллару. Что вроде бы по отношению к курсу доллара получается, что цены на бензин ниже стали. Ну это да. Согласна. Ну а что теперь у нас? Все зависит от долларов. Мы в России живем. В Америке сколько сейчас нефть стоит? У них как хлеб она стоит. Мы добываем нефть и такие цены у нас. Ну что за бред? После Нового года до 50 рублей он дорастет что ли? Почему так выходит? У нас же нефть своя вроде. Ценник виден издалека. Приближаясь к заправке, настроение автолюбителей быстро падает. У каждого своя планка, своя максимальная цена на бензин, которая заставит бросить руль и спуститься в метро. Максимум 40. Если не дай бог что случается, так мне может быть и 40 рублей будет много. Я буду ездить на общественный транспорт или ходить пешком. Но все-таки есть и те, кто уверяет, что не откажется от личного авто при любой цене на топливо. И похоже, именно на них и собираются заработать нефтяные компании и государства. Куда же без машины-то в Москве? Настроения среди водителю панические. Понимают, какую долю для них уготовили. Миску отодвигают, цепь удлиняют, улай себе сколько хочешь. В общем, настроение на бензоколонке не лучше, чем у обменников. Раньше на этих деньгах писалось, что рубль, 100 рублей оплачивается в любом банке золотом. Сейчас этого не пишется. Понимаете, да? Это просто бумажки. Максим Драгнев, Игорь Наймушин. Главная тема. Сегодняшние газеты вышли с заголовками. Загадочный русский бензин. Жителям других нефтедобывающих стран непонятно, как топливо может столько стоить в стране, которая сама его экспортирует. Для сравнения, в Венесуэле цена 95-го всего 2. Вы не ослышались. Только 2 цента за литр. Даже по нынешнему курсу это 1 рубль 17 копеек. Так, государство сознательно доплачивает нефтяным компаниям, чтобы граждане покупали топливо ниже себестоимости. Чуть дороже бензин в Сирии. Баша Расад, несмотря на войну, сохраняет цену 5 центов за литр. Та же история с Ливией. Страна полуразрушена, а топливо всего 12 центов. Саудовская Аравия добывает нефти больше всех и процветает. Бюджет зависит от цен на черное золото не меньше, чем в России. При этом бензин стоит 16 центов за литр. Значит, это возможно? Самый дешевый бензин в СНГ, в Туркменистане, 22 цента за литр. В США из-за падения мировых цен на нефть стоимость бензина постоянно снижается. Теперь он дешевле литра молока, 76 центов. Ну а российские водители просто не понимают своего счастья. На самом деле бензин у нас тоже подешевел до 62 центов. По летнему курсу это 21 рубль за литр. Но нам почему-то его продают по 36 рублей. И к нам присоединяется председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев. Добрый вечер, Иван Дмитриевич. Почему нефть за полгода подешевела на 40 процентов, а бензин в России значительно подорожал? Ну прежде всего надо зафиксировать, что нефть она в рублях не подешевела. Рубль, к сожалению, из-за бездарной политики ЦБ, он завязан на нефть железно. Нефть и рубль они синхронно вели себя. Следовательно, подорожал только бензин. А бензин подорожал прежде всего на инфляцию, это 10 процентов. Плюс 3 рубля это налоги, которые прибавили в конце прошлого года по акцизам. И все-таки, как вы думаете, на этой разнице между дешевой нефтью на мировом рынке и дорожающим бензином в России кто-то заработал, кто-то снял сливки? Я думаю, что в этом году чуть-чуть бюджет получил, дополнительных денег. Но с нашей точки зрения этого делать не нужно было, потому что бюджет по итогам года профицитный. Около триллиона рублей лишнего, которые еще не расписаны. Следовательно, они в значительной степени пропадут. Часть пойдет в штаб фонда, часть пропадет. Поэтому, на наш взгляд, никакой нужды увеличения налога в прошлом году не было этого. Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что в следующем году рост цен на бензин даже опередит инфляцию. Вы согласны с этим прогнозом? Ну, я думаю, здесь любой здравомыслящий человек без всякого Улюкаева понимает, что инфляция плюс изменение налогов – основная часть роста цен на бензин. А налоги увеличат еще больше, чем в этом году. В рамках так называемого налогового маневра они что сделали? И Улюкаев это поддерживал. Деньги, которые брали с граждан других стран, с ФРГ, с Польши в рамках таможенной пошлины. То есть это прямо шло в бюджет граждан других стран. Теперь перебросили на НДПИ, а это налог, который пойдет на граждан нашей страны. То это прибавка примерно в 6-8 рублей. Я оцениваю 8 рублей на литр. Плюс инфляция, которая будет чуть больше, чем в этом году. Значит, рублей на 12 примерно вырастут цены на литр в следующем году. Скажите, а почему депутаты поддержали решение о повышении акцизов? Если правительство из каких-то абстрактных соображений затеяло этот налоговый маневр сейчас, ну уж как минимум это не своевременно, то все оппозиционные фракции выступили против. Но, к сожалению, единороссовское большинство эту затею поддержало. Понятно, что повышение цен на топливо это удар не только по среднему классу, но и ускорение инфляции в целом, поскольку топливная составляющая есть во всех товарах и услугах. Вот насколько эти риски обсуждались в Думе при принятии этого решения об акцизах? Ну это такая история, она странная, потому что когда мы отдельно говорим с профессиональными депутатами из Единой России, там тоже есть профессионалы. Они все нас поддерживают. Они все понимают, что это налоговый маневр, это вреднейшая для страны вещь. На мой взгляд, депутаты должны под давлением граждан еще раз вернуться к этому налоговому маневру, сказать, что по меньшей мере эта история не своевременная, и поддержать поправки, которые мы внесли, и которые этот налоговый маневр отменяют. Тогда вот 8 рублей прибавки не будет, а будет только инфляция. Спасибо. С нами был Иван Грачев, председатель комитета Госдумы по энергетике. За последние годы даже в маленьких городах дворы стали заполняться машинами. Личный автомобиль – символ появившегося в России среднего класса. И именно среднему классу придется сполна заплатить за кризис. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Ирония классика в советские годы актуальность не теряла. Автомобиль был и всегда оставался роскошью. Любому владельцу завидовали не то, что на заре 30-х, но и 40 лет спустя. У меня на левом заднем крыле гвоздем процарапано неприличное слово. Позволить себе машину могли единицы – космонавты, артисты, большие начальники и воры. А поскольку первых всегда было меньше, чем вторых, жертвам угонов редко сочувствовали. Смотрительный. Крали только у тех, кого считали жуликами. Я ведь сразу догадался. В 80-х машин на улицах стало больше, но новая «Волга» по-прежнему оставалась неизбыточной мечтой миллионов. Фидам, плиз! Это что, твоя машина? Садись, садись, мальчишка. Ты знаешь, это малогабаритная квартира. Модели авто менялись, отношения к ним нет. Даже в 90-х девушки все еще грезили о владельцах авто и даже песни им посвящали. Твоя вишневая девятка меня совсем с ума свела. Не роскошью, а средством передвижения автомобили в России стали относительно недавно. Но вот цены на бензин уже сделали это средство роскошным. Будущее очень может стать забытым прошлым. Наладим серийное производство советских автомобилей. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Алексей Раевский. Главная тема. И все-таки наши люди никогда не пропадут. Житель Воронежа Владимир Комаров уже бойкотирует АЗС. Они ему просто не нужны. Владимир научился сам делать бензин из мусора. В качестве сырья воронежские левша используют старые покрышки и другие резинотехнические изделия. Он расплавляет их, пропускает через перегонную установку и можно заправляться. Так что олигархи теперь наши пусть боятся нас. Деть мы научились делать здесь. А на Украине в целях экономии решили разбавлять бензин водой. Но не на заправке, а непосредственно в машине. В Луцке бывший милиционер Тарас так усовершенствовал свои старые «Жигули», что они работают не только на дизеле, но и на воде. На 100 километров требуется 1 литр воды и всего 5 литров топлива. В трудные времена умение разбавлять и гнать расцветало всегда. И не только бензин, но и водку. Но это уже другая главная тема. А я желаю вам спокойной ночи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok